Я на самом деле пришла поздно в спорт, 8 лет. До этого я занималась балетом, хореографией. Даже поступила в балетное училище, но выбрала гимнастику. Хореографическое училище, да. Да, пофрутинское, оно очень известное как бы. Но больше предпочла гимнастику, мне кажется, ну что, не знаю, это интереснее. Ну, у меня есть звание мастер спорта международного класса. И выиграла чемпионат России. Это, в принципе, достаточно неплохо, потому что в России я снимаю гимнастику в групповых упражнениях. Не в личных, в групповых. Я ставлю в основном детям в России, как бы это мой первый опыт. А, нет, я была в Латвии, составляла детям, ну, немного, немного серий, но составляла. И сейчас выехала в Турцию. Да, первый раз познакомилась с Истамбулом, с детьми. Ну, здесь уже сколько поставили? 14 упражнений. Довольно короткие периоды. Да, в день по два, по три упражнения. В основном ленты. Тяжело, но интересно. Честно говоря, я очень довольна. Я ожидала намного худшего. Здесь есть очень сильные дети, которые даже по России котируются. Мне понравилось, было интересно им составлять. У них неплохой, очень хорошая техника предмета. И это здорово. Да, я с ними познакомилась. Я Наталью знала раньше. Мы виделись на соревнованиях. Она выезжает на сборы к нам, приезжала в Олимпийскую деревню. А с Верой Васильевной познакомилась только вот на этом сборе. Для клуба, естественно, процветание, чтобы приходили такие же хорошие детишки, как вот сейчас занимаются старшие, чтобы росли новые таланты. И представляли гимнастику на чемпионатах Европы, мира. И так далее. Но здесь выпал снег к моему приезду. Наверное, я привезла из России. Смотрели Ая Софью и Султан Ахмед. Очень интересно. Хотелось бы приехать, когда будет тепло. Да, летом. Надеюсь, пригласят еще меня. Приеду и посмотрю достопримечательность. Все остались довольны. И слава Богу, я рада. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok